Михаил Афанасьевич Булгаков Михаил Афанасьевич Булгаков – русский писатель, драматург, актер, режиссер, врач. Его произведения считаются классикой русской литературы. Многие из них были экранизированы в России и за рубежом. Мировую популярность получил благодаря гениальному роману «Мастер и Маргарита». Популярные произведения «Дева Леада», «Белая гвардия», «Собачье сердце», «Дни турбины», «Бег», «Иван Васильевич», «Театральный роман». Михаил Булгаков родился 15 мая 1891 года в Киеве. В семье было семеро детей. Михаил был старшим ребенком. Отец – Афанасьй Иванович Булгаков, доцент Духовной академии. Мать – Варвара Михайловна Покровская, преподаватель женской прогимназии. В 1901 году Булгаков начал учебу в Первой Киевской гимназии. В семилетнем возрасте Миша написал свой первый рассказ под названием «Похождение Светланы». Мальчик много читал и имел отличную память. Будучи восьмилетним ребенком, он прочел роман «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго. Через восемь лет поступил на медицинский факультет Киевского университета, который окончил с отличием в 1916 году. На выбор профессии, скорее всего, повлияло то, что в семье было много медиков. Позже свою врачебную практику он напишет в произведениях «Записки юного врача», «Морфий» и «Собачье сердце». После получения диплома работал доктором, заболел дифтерией. Для облегчения течения заболевания умудрился пристраститься к морфию. Под действием порошка он написал некоторые свои произведения, но в скорости смог победить пагубную зависимость. Во время Гражданской войны в 1919 году Михаил Афанасьевич работал прифронтовым медиком. Затем был призван в армию Украинской Народной Республики как военный врач, а позже в армию Южной России. Принимал участие в боевых действиях и успевал печататься в газете «Грядущие перспективы». В 1921 году Булгаков перебрался в Москву и начал бурную литературную деятельность. Его работы, по большей части филеетоны и репортажи, издают несколько популярных на то время изданий России. Также он публикуется в Берлинской газете накануне. В 1922 году в свет выходит первая повесть писателя «Похождение Чичикова». В 1923 году Булгаков вступает во Всероссийский союз писателей, и у него начинается активная фаза в творчестве. Из-под пера выходят произведения, которые многие считают гениальными. «Дьевалиада», «Собачье сердце», «Роковые яйца», «Белая гвардия», «Бег». В 1926 году по личному указанию Сталина во Мхате состоялась премьера пьесы «Дни Турбиных». Но в последующие годы, из-за того, что в произведениях прослеживался антисоветский след, отношение власти к писателю изменилось. Булгакова активно критикуют и несколько раз вызывают на допросы. В итоге его перестают печатать в периодических изданиях, а пьесы запрещают ставить на сцене. Писатель больше не может зарабатывать себе на жизнь своим ремеслом. В 1929 году Булгаков начинает самое главное произведение в своей жизни – «Мастер и Маргарита». Роман писался до самой смерти писателя. Последний вариант немощный Булгаков диктовал своей жене. Произведение вышло в свет в сокращенном варианте в журнале «Москва» аж через 26 лет после смерти автора и принесло ему мировую известность. В 1930 году он решается написать письмо Иосифу Сталину с просьбой разрешить работать в театре либо дать возможность выехать из СССР. Публиковать книги не разрешили, но позволили ставить спектакли в Амхате в качестве помощника режиссера. Также на сцене этого театра Михаил Афанасьевич выступал в спектакле «Пиквикский клуб» в роли судьи. В 1934 году Булгакова приняли в Советский Союз писатели. После выхода очередной статьи с гневной критикой на его постановке он покидает МХАТ и переходит в Большой театр. Стоит сказать несколько слов о личной жизни. Михаил Афанасьевич был трижды женат, детей не было. В 1913 году писатель взял в жены Татьяну Лаппу. Она стала прототипом для Анны Кирилловны из рассказа «Морфий». Через 12 лет их брак распался. Писатель женился на любови Белозерской. Но и этот союз долго не продержался. И в 1932 году Елена Шиловская становится третьей супругой Булгакова. Она была с писателем до последних дней его жизни. Елена стала прототипом главной героини романа «Мастер и Маргарита». После смерти Михаила Афанасьевича Шиловская добилась того, чтобы произведения Булгакова были опубликованы. В последние годы жизни у писателя сильно пошатнулось здоровье. У него ухудшилось зрение, почти отняло речь и очень беспокоило хроническое заболевание почек. Писатель опять нашел спасение в Морфии. 10 марта 1940 года на 49 году жизни Булгаков скончался. Его прах был захоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Редактор субтитров А.Семкин